Запутанная и непонятная история происходит сейчас в Вилючинске. Сначала она напоминает всем известный сериал «Санта-Барбара». Однако действия происходят не в Солнечной Калифорнии, а в Вилючинске. Небольшой спойлер. Наркотики, уголовка, бесконечные суды и избитые дети. Все будет. В нашу редакцию на условиях анонимности обратился житель города Подводников. Он рассказал о том, что уже два с половиной года не может отсудить дочь у бывшей возлюбленной, которая, по его словам, пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Мы разошлись, общались более-менее. Потом все-таки решил я отсудить у нее дочь. Потому что она злоупотребляет сильно спиридными напитками и так далее. Но все пошло не так. После этого она перестала мне давать ребенка какое-то время. Я обратился в ПДН. В ПДН мне не помогли, но у нее старший сын есть. Но пристрастная ситуация. Старший сын она убила. У нее сейчас уголовное дело. Она убила, тот ходил, рассказывал постоянно. Но приходил поздно. То бишь, ни синяков, ничего не было, уже сфиксировать не могли. Мне предложили пойти свидетелем. Я пошел свидетелем. Вот, у нее был суд. Ей дали три года. Условно. При этом детей у Анны опека не забрала. Все четыре ребенка живут вместе с мамой. И от чего-то органы не волнуют. Тот факт, что мама ведет асоциальный образ жизни. Бывший официальный муж женщины тоже связался с нами. Рассказал свою историю. Правда, без камер. И его можно понять. История не из приятных. С горематерью наш собеседник развелся в 2017 году. Пытался забрать ребенка себе, но безрезультатно. И тут оказалось, что женщина избила пасынка и, возможно, поднимала руку на второго сына. И только после вынесения обвинительного приговора и заключения психолога, что Анне надо лечиться, отец смог забрать сына к себе. Но долго Анна не горевала. Родила дочку нашему второму герою, а потом связала свою жизнь с еще одним мужчиной, у которого в наличии не только прошлое криминальное, но и настоящее. Она опять в декрете, она опять родила. Она проживает, проживала, точнее, с наркоманом, у которого четыре судимости. И сейчас он находится опять в тюрьме. То есть ребенок мой проживал тут, проживает до сих пор в этой семье. Его посадили опять за распространение наркотиков. Как рассказывает наш герой, он уже не знает, как достучаться до сотрудников опеки и дать им понять, что с отцом при такой матери малышке будет лучше. У нас суд был, меня в суде отказали. Ну, опять-таки, из-за опеки. Все, пока ничего. Я прихожу к ним, говорю, а что вы сделаете? Мы будем на ее стороне, прямо открытым, наглым. И как бы на судах, вот на этих вот, ну, старший сын, то есть, пояснял, что мама выпивает и так далее. Ну, сотрудники органа опеки говорят, мама не пьет. Все соседи говорят, что она пьет, как бы, ну. Все говорят, но сотрудники органа опеки говорят, мама ходит, берет хороший образ жизни. Отец малышки добавил, что очень сильно хочет забрать дочь, чтобы она росла в комфортных условиях. Без алкоголя, маргинальных личностей вокруг и тем более побоев. Связаться с Вилючинской опекой нам пока не удалось. Мы будем следить за развитием этой запутанной истории.